Всем привет! Какой пацан в детстве не мечтал о приборе ночного видения? Я тоже всегда хотел, но по мере взросления понял, что нормальный инструмент очень дорогой, а все бюджетное это не более, чем детские игрушки, так что обходил их стороной, пока мне не предложили протестировать одну модель. В глаза сразу бросилось питание от двух аккумуляторов 18650 вместо батареек, заявлено 6ВТ подсветка 850НМ с 7 ступенями яркости и дальность обзора до 300 метров. Подумав, что 50 метров это тоже до 300, я приступил к тестированию. Характеристики. Размер изображения 4032 на 2523 800 x 2163 200 x 1800 2560 x 1440 x 480. Размер видео, FTM 1920 на 1080 30 кадров, HD 1280 звездочка 720 30 кадров. Объектив F1. 250 025 мм. ФОВ 10 градусов. Оптический зум 410. Дальность обзоров в темноте 200-300 метров. Фокусировка от 300 мм. ЭК-подсветка 6ВТ 850НМ. Дисплей 3-инт-квод, носитель данных, карта MicroSD до 128 ГБ. USB порт Type 100. Источник питания 2 на 18650 поддерживается внешняя. Рабочая температура от 20 до плюс 60. Распаковка и внешний вид. Помимо обычного серого, упакована еще и в пакет с воздушными карманами. Так что по большей части коробка в хорошем состоянии, но один уголок все же чуть помяли. На торце указаны характеристики, но даже продавец не поверил в 0,005 метров обзора, бинокль дополнительно упакован в пупырчатую пленку. В комплекте кроме него была инструкция, кабель Type 100 и ремешок. Длина регулируется в большом диапазоне, так что можно и через плечо перекинуть. На лицевой стороне разместили и кафонарь, объектив с просветлением, между ними можно разглядеть лазерные модули отверстия микрофона. Кольцо фокусировки с накаткой, минимальная дистанция составляет 30 см. С обратной стороны под небольшим козырьком расположен дисплей. Кнопки находятся вверху, управление удобное, привыкаешь быстро. В нижней части корпуса есть резьба для штатива, а также прикрытый резиновой заглушкой разъем Type 100 и слот MicroSD карты. Сбоку расположен аккумуляторный отсек. Для смены элементов нужно потянуть фиксатор в сторону и крышку откинет пружинами. Аккумуляторы с защитой и довольно легкие, так что емкость явно будет меньше указанной. Но я выбирал стандартный комплект без них, так что возможно эти вставили для проверки работоспособности. Тестирование, включение и выключение осуществляются долгим зажатием первой кнопки. Короткое нажатие отвечает за подтверждение действия и старт, остановку записи. Вторая кнопка служит для активации лазера. На видео его отчетливо видно, польза есть. Сдвинут он вправо только на расстоянии до метра, далее смещается в центр. Третья кнопка вызывает основное меню. Пункты классические, как в большинстве камер. Можно выбрать разрешение фото-видео, настроить автоматическое отключение дисплея для экономии заряда во время записи видео, отрегулировать яркость дисплея, чтобы не так сильно слепило в темноте и можно было пользоваться днем, хотя и в минимуме мне она кажется избыточной ночью. Далее частота домашней сети для смягчения мерцания ламп, автоматическое выключение питания при бездействии, если запись не включена. На втором экране настройка даты, времени и их отображения на снимках, язык, есть русский и даже не очень кривой, форматирование карты, сброс настроек до заводских и версия, в моем случае от 28.1.2 от 18.08.2022. Если зажать кнопку меню надолго, можно переключиться между режимами видео, фото и открыть галерею для просмотра от снятого материала. Динамиков в корпусе нет, так что видео будет без звука. Ну и оставшиеся два кнопки переводят оптическую систему в ночной режим. Слышно как щелкает экофильтр и увеличивается интенсивность подсветки. Кстати, заметил, что при открытии шторки немного сбивается фокусировка, это хорошо видно на близком расстоянии. Удержанием этих кнопок можно активировать цифровой зум до 5.10, что не добавляет детализации в итоговые снимки, но на встроенном небольшом экране будет проще рассмотреть отдаленные объекты. Даже в обычном режиме освещенность предметов на экране выше фактической, чувствительность регулируется автоматически, так что пересветов в нормальных условиях нет. Как и писал выше, минимальная дистанция фокусировки около 30 сантиметров. При подключении к ПК отображается как внешний накопитель. Можно зайти в папку «Фото, видео» и скопировать материал. Фото сохраняются в формате GKK, видео в Ави, при разрешении HD файл разбивает кусками по одному. 5 ГБ при средней длительности около 17 минут. В ФТМе по 2 ГБ со средней продолжительностью около 12 минут. Тут можно посмотреть на отличие двух форматов. А тут наглядно показана разница между стоп-кадрами, уменьшенными до одинакового размера. Мне кажется, нативное разрешение матрицы все же 720 рублей, апскейл ДФТМ делает картинку немного резче, но разница между ними не кардинальна, хотя на небольшом экране смотрится довольно детализировано. Полного заряда комплектных аккумуляторов хватило на 5 часов записи видео, флешки объемом 32 ГБ не хватило. Даже при HD разрешении на дисплее отображает оставшееся время в районе 4 часов. Емкость элементов составляет около 1000 мач, так что автономность можно увеличить втрое. Оказалось, что данная модель может работать от внешнего источника питания, что упрощает измерение реальной мощности подсветки. В обычном режиме потребления составляет 1.7 ВТ при включении подсветки от 1.9 ВТ до 4.1 ВТ, то есть мощность излучателя около 2 часов 5 минут ВТ. Глазу из-за шторки излучения не видно, но камера телефона позволяет разглядеть светодиод. С настройками и форматами разобрались, пора перейти к самому интересному, полевым испытаниям. Для этого выехал на место, где частенько тестирую оптический инструмент. Будем смотреть на домик в 550 плюс метрах от точки обзора. И его даже видно, мне кажется, если поставить оптику мощнее, до километра подсветка может и добить. Обратил внимание на шевеление в правой части кадра, вероятно в воздухе присутствовали какие-то частицы, которые искажали картинку. Так выглядит автомобиль в 50 метрах, и К-подсветка спокойно пробивается через лобовое. Здание в 100 метрах от точки обзора. Ощущение, как будто местность освещается довольно мощным флудером, а тут ведь всего 2.5 ВТ мощности. Планировал выехать туда же, когда температура опустится ниже нуля, но снега высыпало столько, что добраться до того склона на автомобиле уже не смог, так что пришлось выбрать другое место. Расстояние по прямой до конца поля 225 метров. Видимость неплохая, матрицы хватило для того, чтобы заметить сову. Также проверил лазерную метку, настроено высоковато, но видна хорошо. След заметен даже в морозную погоду, когда в воздухе минимум частиц. До перекрестка около 200 метров. Знаки светятся как фонари, даже глаза человека в 50 метрах горят. Сначала я не понял, почему идущий впереди парень периодически оглядывался, а потом дошло, что он то видел только освещаемое дисплеем лицо в темноте, а это жутковато в двух часа ночи, гифки портят качество кадра, так что смонтировал небольшое видео с этими отрезками. Внутренний мир, винты на ребрах, несколько защелок и торцевые панели можно снять. Но вот располовинить корпус не удалось, хрустит, винтов нет. Ну да ладно, контроллер и так видно. Передняя часть с оптикой. Матрица, 6 на 4 миллиметра, и ЭК-фильтр с электроприводом. Итоги. Если честно, ожидал меньшего, думал будет игрушка, чтобы под ноги себе в темноте светить, но оказался вполне себе годный инструмент. Если бы не дисплей, даже на минимальной яркости освещающий за собой метра два пространства, его можно было и на охоте использовать, а так и живность распугается и глаза потом к темноте долго привыкать будут. А вот для осмотра территории уже может пригодиться, источники видимого света кадр не забивают особо, пример с автомобилем, ЭК-фонарь не слепит окружающих людей и животных, бонусом хорошо подсвечивая глаза, которые видно метров за сто. Максимальная комфортная дистанция находится в пределах 300 метров, как и заявлял продавец. Дальше подсветка добивает, но детали объектов начинают сливаться в кашу, не хватает разрешения матрицы и увеличения оптики. Даже не знаю, спасли бы реальные 6 в этой подсветке ситуацию. Есть вопросы к емкости аккумуляторов, но в стандартном наборе их вообще не должно было быть, да и хватает их надолго, так что придраться особо ни к чему. Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра равно, товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с П-18 правил сайта. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok